Всем добро пожаловать на гайд про Орикса! Усаживайтесь поудобней! Оперативные защиты. Две скорости, две брони и снаряжение. МП-5 французский и спас, который достался бы от Валькирии. Также второй пистолет Балиф и ЮСП-40. Снаряжение это, конечно, хорошо, но давай поговорим о том, как играть на этом оперативнике и что важно знать. Как бы не привлекало тебя возможность ломать стены с собой, 10 хп это все-таки 10 хп. Во время стадии подготовки, если нужно сделать дырки, то есть ротейшн холлы, то делай их или Балифом, или дробовиком Спас-12. Ну или пусть кто-то другой из тиммейтов это сделает. Раньше же когда они справлялись без Орикса, то и теперь справятся. На некоторых картах можно достаточно удачно спаумпикать. Один из за игру, конечно, потому что в дальнейшем уже будут ждать, но все-таки можно. А еще Орикс ломает с собой не только стены, но и вообще всю мебель и прочую утву. Это очень сильно пригодится на кафе Достоевский. Сохранишь тиммейтовые импакты и сам сломаешь эти барные стойки и барную стойку под скайлайтом. Если же мы пойдем чисто по лору, то Орикс весит 130 килограмм и рост его составляет 1,95 метра. Согласись, что с такими параметрами просто невозможно быть тихим, и вот поэтому он достаточно шумный. Его разбег хорошо слышен, а когда ты решаешь подпрыгнуть до сломанного хача, поверь мне, в ближайшие округи все это услышать. И как нам тогда быть с таким очень шумным роумером? Давай разбираться. Его способность действительно уникальна. Как ты видишь в видеоролике, она идеально подходит для того, чтобы быстро преодолевать большие расстояния. А теперь добавь к этому способность лазить по хачам, вот тебе и постоянно меняющий свои позиции шумный киллер. Если говорить проще, убил одного, быстро спрыгнул в хач и на всех парах бежишь в другую точку здания. Там или дальше падаешь ниже, или забираешься наоборот выше, или шумишь, перестреливаешься и снова на всех парах бежишь на предыдущую точку. И вот так просто не отдаешься своим противникам расслабиться в течение всего раунда. При этом обязательно слушай инфу. Старайся держать в голове последнее положение твоих врагов. И самое важное, так как все твои способности очень шумные, лучше всего ими пользоваться, когда ведется перестрелка. Не когда ты стреляешь, конечно, а когда стреляются твои тиммейты с врагами. Вот это идеальный момент быстро перебежать или залезть в хач. Теперь снова о снаряде. Я советую всегда бегать с МП-5 и револьвером-дробовиком болив. Во-первых, МП-5 очень хорошая пушка. Быстрая, точная, с хорошим уродом. Болив вам нужен только для того, чтобы ломать хачи, либо в упор уже расстреливать своих врагов. Почему не дробовик с паз-12 и не USP? По простой причине. Вы роумер. Вы очень шумный роумер. Почти никогда не будет такой ситуации, что вы сможете подойти к врагам так близко, чтобы моментально забрать их с дробовика. Итак, на словах все просто. Носитесь по карте, как у горелый, маскируйте свой бешеный бег и подтягивание под звуки выстрелов. Следите за положением врага, чтобы продолжать безопасно для себя бегать по всей карте. Вот такие основы игры на Ориксе. Досмотри эти ролики, там найдешь много для себя полезного. А с вами был Алдиар, приятного просмотра. До скорого. Охуела, блядь. Азима тут терми сидит. Да. Плэнтит, плэнтит, плэнтит. Плэнтит. Здорово. Салам Малайкум. Серверная, серверная. Все у вас. Кашко мертво. Все, убили его. Тут еще подорвался. Вот здесь Яна стоит. Заходит. Смотрит. Алдик. Найс.